Российская пропаганда довольно долго рассказывала, что Украина взяла курс на войну до последнего украинца. Рассказывала, что в украинских войсках куча стариков, женщин, инвалидов. И показывала редкие кадры, которые якобы должны были это подтверждать, но, как правило, оказывались постановой. Иронично, что ровно это произошло с российскими войсками. Как раз сегодня, когда я записываю этот ролик, по интернету гуляют видеозаписи с участием в штурмах российских женщин. Скорее всего, это завербованные с колоний зэчки. Но об этом мы поговорим с вами в другой раз. Однако проблема с ранеными, которых недолечили, буквально с инвалидами на костылях или с аппаратом Елизарова, которых отправляют на передовую, на первую линию, прям на передовую, воевать, в том числе ходить штурмы, эта проблема теперь общепризнана в зэд-среде. Поднял ее на прошлой неделе военкор 13-й, который опубликовал видео в одном из российских подвалов. Это такая тюрьма импровизированная, тюрьма слэшпыточная. В том случае, это была тюрьма слэшпыточная для российских же военных, которые отказывались идти в атаке. Отказывались, потому что в том числе были недолечены. У них были отрезанные руки, ноги, ампутированные руки и ноги после различных ранений. И они отказывались в таком состоянии недолеченными идти в атаке. Из-за этого их сажали на эти самые подвалы. Но на этой неделе об этой проблеме заговорил еще больше зэд-канала, в том числе и Немезида 13-го Кашеварова, которая когда-то обещала про него большое расследование, но традиционно, как бывает, зэдниками обманула. Однако в этом случае про раненых, которые отправляют на линию фронта, она не обманывает. Она показывает кадры из видео, я вам покажу видео целиком. Она показывает фотографии, точнее тоже кадры из другого видео, с солдатом, у которого буквально аппарат Елизарова, но его отправляют вновь на передовую. Видео я вам тоже покажу. И другие зэд-каналы соглашаются с ней. Конечно, не те, что официальные. Конечно, не те, что там, не знаю, Пегов, Сладков и прочая мишура. Нет, у них все хорошо, комплектования российских войск достаточным. Они повторяют вслед за Путиным и Белоусовым, что все суперкруто, кайф, вообще всем оказывается лечение, всем помогают, всех поддерживают, никто не умирает, и вообще Украина будет побеждена примерно через 2-3 дня. Ну, как и задумывалось изначально. Однако в зэд-сообществе более широком, где иногда себе позволяют какую-то фронту, зэд-авторы, там другая ситуация, и там как раз рассказывают, что практика эта, если не повсеместная, то довольно частая. И сформирована она как раз из-за того, что людей на фронте не хватает. Поэтому скорее можно говорить, что Путин, видимо, собрался вести войну до последнего россиянина. Даже инвалида, даже на костылях. И самое поразительное, что происходит это уже сейчас, а не когда-то там через 5 или 10 лет. В общем, сегодня я расскажу вам, что происходит с российскими войсками, откуда там берется такое количество коллег, которых буквально отправляют на передовую, и как выглядят сейчас российские штурмы, что о них рассказывают сами российские военные. Будет много видео, много записей непосредственно от российских солдат, для того, чтобы вы были уверены, что это там не цепсо, не какие-то придумки, а что это натурально вот состояние дел, которое описывают сами военные. А теперь давайте перейдем к тому, как обстоят дела на фронте с каличами. Это, собственно, коллеги, из которых делают полки. Калич в полки. Итак, Кашеварова пишет, очередной случай, когда на фронт отправляют инвалидов. Не хотел опубликовать, пишет, но эта проблема уже системная. Я не знаю, о чем докладывают блогеры и военкоры, министру обороны, но данная проблема не решается довольно долго. Это случай не единичный, мы их решаем в ручном режиме, но не во всех случаях успеваем, к сожалению. Смотреть, как гибнут наши парни на костылях и молчать, я не могу. И виновен тут не министр, ну еще бы, не президент, конечно, а конкретное командование, конкретные люди. Около 50 бойцов воинской части, 525-62, 47-й танковой дивизии, 26-го полка, ожидающих операций, военно-врачебной комиссии, имеющих категорию годности Г и предписание на 45-дневный отпуск, нарушения указаний медиков, направлены на передовую. Сейчас они на второй линии, но им уже объявили, что в ближайшие дни будет отправка на позиции на первой линии. Видео я не публикую, чтобы его не смаковали украинцы, но на скриншоте все и так видно, ребята с костылями, загипсованными конечностями. Что они будут делать на передовой, задается вопросом Кашеварова. Это не проблема с медиками и ВВК, хотя такие проблемы тоже есть, я не скрываю. Это проблема с конкретными командирами, которым плевать на указание врачей на направление в госпитале и запланированные уже операции. Они грузят ребят в машины обманом, уверяя, что уводят их к командованию за какими-то документами, оформлением отпуска и отсылают на фронт. Зачем? Что они там навоюют? Что это за изображение бурной деятельности? Какую невероятную ценность на первой линии имеет боец на костылях? Я понимаю, может быть не жалко конкретных людей, но включите логику, включите практические соображения. Эти люди на передовой просто бесполезны. Дайте им возможность вылечиться, отдохнуть, и они смогут принести пользу. То, что вы делаете сейчас, просто бестолковая циничная трата людей, пишет Кашеварова. Данные ребят у нас есть. Это нужно не только для работы надзорных органов и Министерства обороны, по анонимкам запросам делать невозможно, но и для безопасности самих бойцов. У нас зафиксировано, кто из них обращается с жалобами. Соответственно, у недобросовестного командования не будет возможности быстро отправить их на передовую, скрыть следы своей сомнительной деятельности в отношении них. И мы, конечно, сейчас формируем запрос в военную прокуратуру, пишет Кашеварова. Кашеварова, как вы знаете, славится тем, что она всегда в шаге от правильного вывода. Ну вот буквально останавливается незадолго до него, в этот раз в двух шагах, потому что не виноват у нее не только президент, но и министр обороны. Что же здесь происходит? Почему вообще действительно она правильным задается вопросом? А почему вообще отправляют раненых на передовую? Очевидно, что их эффективность не очень большая. Дело в том, что Россия давит массовостью. Россия давит количеством, как снарядным, так и людским. Поэтому абсолютно неважно. На костылях, не на костылях. Тот, кто на костылях, может лежать в окопе и стрелять из автомата. Вместо него тот, кто не на костылях, кто должен был бы там лежать и стрелять, пойдет вперед с автоматом наперевес. Таков план. Россия сейчас максимально пытается давить, потому что чувствует, что скоро у нее такой возможности не будет. Поэтому использует все, что может использовать, включая, конечно, и недолечных людей. Поскольку вся эта история про то, что вот по контракту приходит очень много людей, что там 30 тысяч в месяц приходит, поскольку это все является вымыслом абсолютным от начала и до конца, то, естественно, нужно чем-то заполнять войска. Чем их заполнять? Мобилизацию Владимир Путин не хочет объявлять. Значит, контрактников, ну, тех, кто приходит на контракт, их не так много, как российской власти бы хотелось. Что делать? Правильно, доставать раненых и отправлять их на фронт. Ну и что, что там на костылях? Он положит костыль, ляжет в окоп и пусть стреляет. От него больше не требуется. А умрет? Не жалко. Потому что Россия атакует лобовыми атаками, штурмами с пушечным мясом. И это вполне вписывается в общую концепцию. И запрос этот идет не от конкретного командования и даже не от министра обороны, а непосредственно от президента. Именно для доклада ему все это делается. Для того, чтобы рисовать стрелочки на карте и рассказывать, как очередной населенный пункт с населением в два человека довоенным героически взяла российская армия. А уж сколько при этом погибло, сколько добили этих самых коллег российской армии не очень интересно. Но давайте посмотрим видео самих солдат, что они рассказывают о своей ситуации. Мы, военнослужащие 26-го танкового полка 47-й дивизии, находимся в зоне СВО. В ЛНР прибыли из госпиталей более 50 человек. Это остатки из трех род. Наше командование вывезло нас в расположение и группами отправляют на боевые задачи. Хотя всем тут находящимся требуются операции и стационарное лечение, полевые медики разводят руками на обращение и ссылаются на командование. В документах, которые нам выдали в госпиталях, четко прописано. Предоставление отпуска по ранению, необходимость дальнейшего лечения и реабилитации. Ничего из этого не выполняется, а наоборот. Небоеспособных военнослужащих отправляют на боевые задачи. Также до сих пор нам не оформили ветеранские удостоверения. Не все получают денежное довольствие и выплаты за ранение. Обращение к командованию по решению этих вопросов без результатов. Рапорта на отправку ВВК не принимаются. Это видеообращение – наш последний шанс достучаться до командования через военную прокуратуру. министра обороны и президента для принятия неотложных мер в соответствии с действующим законодательством. Мы готовы и хотим продолжать защищать Родину и служить России. Для этого нам нужно восстановить здоровье после полученных в боях ранений. Услышьте нас, пожалуйста. Услышьте, услышьте нас. Это наш последний шанс. У нас нет вариантов больше. Если бы мы хотели уходить от этого всего, мы бы сюда и не поехали. Это наше решение. Мы любим Россию. Мы за Россию. Россия вперед! Россия вперед! При этом, большого сожаления, эмпатии у меня к ним нет. Ну, во-первых, они оккупанты. Они пришли на территорию чужой страны там убивать. Во-вторых, они не требуют остановить войну и даже не просят себя демобилизовать или, там, не знаю, прекратить войну или еще что-нибудь. Они просят дать им немножко получиться, чтобы они снова пошли в бой. Нет, вы можете испытывать к ним эмпатию. Почему нет? Ну, просто у меня это так не работает. Окупанты есть оккупант. Тем не менее, это наглядный пример того, что с вами будет происходить. В конце мы еще посмотрим, как, в принципе, организованы штурмы и как этими коллегами становятся. Ну, а вот когда вы станете, собственно, человеком, у которого не будет ноги или у которого будут проблемы с функционированием, вот тогда вас отправят все равно в атаку. Вы должны это понимать, когда сейчас думаете о том, идти ли вам на срочную службу или нет, откуда вас завербуют в контрактнике, или подписывать контракт или нет, тем более, что суммы постоянно увеличиваются. И я не удивлюсь, если к концу лета мы дойдем до единоразовой выплаты в 2 миллиона рублей. Вот другой случай. Опять же, про него пишет Кашеварова. ПГТ Рощинский, Самарская область, моя родная. Вот отправляют на фронт с железками для сращения костей. Стоит наш русский боец у автобуса с надписью СВО. Не буду показывать лица, хотя ребята не скрывают их. Вот такое отношение к русским мужикам. Не только с другими надо бороться, но и своих защищать. Они же вас защищают, а вы так паскудно к ним. Как вообще совесть дает всем нашим чиновникам ходить по мероприятиям, речи какие-то толкать, высокопарные слова говорить, когда реальные проблемы решить не могут. Когда стоит русский в ванне на одной ноге, возле автобуса курит и едет обратно. Спите спокойно, он на одной ноге вас будет сегодня защищать, пока вы на двух не можете поднять свою задницу и решить проблемы в тылу. Пишет Анастасия Кашварова. Больше всего проблемы, Анастасия. А от кого защищать-то? Никто не нападал на Россию. Никто не нападал на Россию. Россия нападает на всех. Напал на Грузию, напал на Украину в 2014, напал вновь в 2022. От кого защищать-то? Должен этот одноногий боец. И не отличается ли, ух, сволочь, чиновник, или там, не знаю, президент, командир, или еще какой-нибудь, любой чувак, который отправляет раненого в атаку, от человека, который просто отправляет российских солдат в атаку. Чем они отличаются-то? И то, и то делает бессовестный урод типа тебя, Анастасия Кашварова. Какой-нибудь абсолютный моральный кастрат, моральный евнух, морально стерилизованный человек, который считает, что отправлять людей умирать за путинскую прихоть, за путинский комплекс, это что-то важное. Никто на Россию не нападал. Россия атакует чужую страну. Россия уничтожает там города и население. Граждан уничтожает, детей уничтожает, женщин уничтожает. Россия уже потеряла погибшими от 120 до 150 тысяч всех этих говнозетников. И если ты так переживаешь за них, Анастасия, то какого хера ты поддерживаешь эту войну? Они не на своей территории воюют, они воюют на чужой, на территории чужой страны. Они туда пришли убивать людей по приказу Владимира Путина. И чем отличается вот это от того, что раненых посылают, я не до конца понимаю. Это типа абсолютно одна и та же история, абсолютно бессмысленные смерти, не ради чего вообще. Поэтому, мне кажется, когда они друг друга обличают, это выглядит, ну, конечно, довольно забавно. Одни проститутки гыгыкают над другими. Ну и давайте посмотрим видос с этими российскими военными, потому что он тоже имеется. Мы получили 27 мая ранения на боевой задаче, потом были этапированы в госпитале, где прошли лечение, где военная, врачебная комиссия заключила, что мы ограничены годно по категории гыг-воинской службе. Но вчера по прибытию в часть поселка ПГТ Рощинский, города Самары, воинская часть 96-100, сегодня, вот суббота, 28 или 29 мая нас отправляют на БЗ в Луганск. То бишь, нас отправляют вот таких вот людей. Кто-то с бинтами, кто-то с ногами. Это автобус, на котором у нас везут в Луганске. Вот еще человек, у него нога вообще не двигается, везут в Луганск. У нас таких 12 человек в колодце и у всех категории гыг-воин ограничено годно поисковой службе. Вот еще один человек, у которого у нас сломана рука. Вот человек, у которого находятся осколки в легке, в желудке, как бы на сегодняшний день. Вот он, я автор видел, у него самого имеются три осколка, которые мне нужно вытаскивать путем операции. Как бы, воин КСС-96 не дает это сделать и отправляет нас в боевую задачу. Прошу вас, примите меры и помогите нам. Так как это путевка в один колец, потому что по своим здоровьям мы не сможем даже взять оружие в руки и противостоять нашему врагу. В начале мне было отказано, что нас отправляют 29 мая. будет сегодня 29 июня 2024 года. У нас идет ВОЛН. Если одних видосов недостаточно, то канал Russian No Context публикует выписку из одного из приказов. Приказываю. Первое. Весь личный состав штурмовых род В, находящихся вне зоны СВО, переместить в районы выполнения боевой задачи в составе штурмовых подразделений. При этом личный состав, выписываемый из госпиталей и временно признанной военно-врачебной комиссией негодным и неспособным по состоянию здоровья выполнять задачи в составе штурмовых групп, направить на выполнение задач в обороне. Для войсковой части 525-62 в половом районе населенного пункта Ямы, для войсковой части 369-94 и 184-25 в половом районе населенного пункта Новочервонная. Второе. Запретить направление личного состава из числа специального контингента это зэки в пункты постоянной дислокации в госпитале за исключением прифронтовой зоны и отпуска по болезни. Третье. Ответственность за выполнение приказа возложить на командиров воинских частей и соединения. Четвертое. Контроль за выполнением приказа возложить на начальников медицинских служб воинских частей и соединения. Пятое. Приказ довести до должностных лиц в части касающихся. В РИО командира войсковой части 540-96 подполковник Абайков в РИО начальника штаба войсковой части 540-96 полковник Адорохов. Ну то есть история в том, что зэки вообще не заслужили лечения или какого-либо отдыха. А зэки должны просто воевать по КД без права на то, чтобы их вылечили неважно от осколочного или от любого другого ранения. Вот такая цена доверия. Цена доверия российской пропаганды или цена наживы. Готовы ли вы через это пройти? Если приход в российские войска дело исключительно добровольное, даже когда дело касается мобилизации, то у Украины ситуация другая. Не потому, что есть какие-то приказы, а потому, что Россия напала на их страну. Россия пытается их уничтожить. Россия пытается убить их родных и близких и бомбить их города. Поэтому по большому счету выбора нет. Ты вынужден защищать собственную страну. И поэтому Украине должны помогать все, кто чем может. Помогать морально, помогать финансово, потому что это действительно история про защиту от агрессора. Действительно, про борьбу с настоящим, а не выдуманным нацизмом, про борьбу с оккупантами и фашистами. Но мы продолжим с причинами, по которым российская армия так активно берет раненых и отправляет их на передовую. Та же Кашеварова задается вопросом, почему недолеченные бойцы попадают на передовую? И сама отвечает, все из-за того же, из-за левых отчетов, которые скрывают реальный расклад сил и количества личного состава. Из-за отчета, что все сходили в отпуск, что контрактников и добровольцев пришло больше 500 тысяч, хотя мы помним, как набирали контрактников, заставляли мобилизованных подписывать, из-за реальной нехватки бойцов на фронте, признается Кашеварова. Кто-нибудь из военных экспертов скажет, сколько у нас сейчас взвод по численности? Сколько рота, батальон, сколько полк, а сколько дивизия? У нас может быть взвод три человека, а сотни полк, а дивизия меньше тысячи. Но в докладах не пишут реальные цифры, пишут батальоны, бригады, дивизии, а то, что наименование не отражает численности, в это уже никто не углубляется, признается Кашеварова. И сейчас новое руководство министерства пришло в мыльный пузырь. Вероятно, что в растерянности не знает, за что хвататься. А почему нехватка бойцов на фронте? Первое, потому что в начале СВО и долгое время после генералитет и руководство Министерства обороны считали, что дроны это несерьезно, а мы несли потери в личном составе и технике. Второе, потому что на фронт отправляли необученных, не умеющих стрелять людей. Нормальные командиры пытались их спасти и сами гибли. Третье, потому что многие штурмы проходят без поддержки арты, а где-то арта бьет по своим, а танкисты не учитывают рельеф местности и также с пригорочка навешивают по своим. Четвертое, потому что профессионалов, артиллеристов, танкистов, БПЛА, РЭБовцев, ПВОшников, хирургов и так далее, отправляли в глупые штурмы деревень. Пятое, потому что неразумный подход, непрофессиональный приводит к тому, что погибают напрасно не только необучные, а реально крутые воины, которые могут и хотят воевать и могут вести за собой людей, учить их. Шестое, потому что большинство высокого командования сидит даже не на территории своего, а где-нибудь в Ростове и не знает, что происходит. Этих всех потому, что пишет Кашеварба очень много и вот сейчас командирам на местах пополнение на костылях, они не знают, что с этим делать, а по отчетам у него пополнение боеспособное. Идут на штурм, хороший командир и калеки, каков процент выжить у них? Мыльный пузырь лопается и приходит реальность, спасает то, что у украинцев ситуация не то, что идентична, она много хуже, но им помогает НАТО, а нам никто, и мы не украинцы, если вы сравниваете себя с Украиной, то можете и не воевать тогда. Мы боремся за правду и справедливость, так и боритесь, а не создавайте банановую республику как Украина, где человек ничего не значит, где власть считает его мясом и ничтожеством, пишет Кашеварова. При этом, это довольно забавно от нее читать, потому что, ну, в Украине, например, мобилизация с 25 лет, то есть она была с 27, стала с 25, что уже вызвало большое-большое недовольство. В России мобилизация была с 18 лет, и, собственно, мы видим, что сейчас контрактники тоже 18-летние парни, их просто забирают сразу после школы. Так кто не дрожит человеческой жизнью? Единственная тактика, которую применяет Россия, это пушечное мясо. Реально, все это лобовые атаки. Я вижу эти видосы каждый день в большом количестве, и Кашеварова видит и знает. И поразительно, что, когда она пишет пост про мыльные пузыри, про реальность, про правду и про все остальное, она буквально в нем врет. И знает, что она врет. Потому что, если она знает про коллег, которых отправляют на передок, то она знает и про то, как воюет российская армия. И она сама пишет. В этом же посте она пишет, что просто люди гибли в глупых штурмах. И при этом она пишет, что ценится человеческая жизнь. Но более того, безусловно, и там, и там, и в Украине, и в России есть командиры, которые довольно странно командуют. Которые распоряжаются личным составом так, как будто это не люди. В Украине, например, громкая история с Содолем. Это один из немногих командиров, у которого есть такого рода большие претензии. Вот его сняли с тех направлений, где он был. Да, пока не завели уголовное дело и пока не посадили. Но я думаю, это вопрос времени, надеюсь, по крайней мере. В России же такого просто не бывает. В России все эти командиры, которые просто отправляли на мясо своих подопечных, они идут на повышение. Наступлением в Харьковской области командует Лапин. Это самый убогий, самый вообще бесполезный человек, который не просто мясник посылает в большом количестве войск, но он посылает их абсолютно бесполезно. Поэтому, как только стало известно, что Харьковским наступлением будет командовать Лапин, сразу стало понятно, что там ничего из этого выйти не может в принципе. Так что, Анастасия, вы бы это, поменьше врали, раз уж пишете про вранье. При этом, пишет Анастасия Кашеварова, я прекрасно знаю, как Шторм З и В могут красиво стелить. Но я не про хитроумных урок пишу, у которых два осколка в руке и их нельзя достать, потому что без руки может остаться, а он ноет, что его отправляют на фронт. Я не пишу про подкаблучников и трусов, про маменькиных сыночков, у кого сопля повисла и он ноет, что не может воевать. Которые на костылях, у которых не сгибаются руки и ноги, имеются переломы несрочные и так далее. У нас есть один в плену с переломанными ногами, потому что его отправили на передок недолеченного. По скрипту. Проверка в частях, про которые я писала, началась. Командование пытается всех ребят выдать за спецконтингент, которому ничего не положено. Мы передали списки органам, что там сборная солянка, не только зэки, но и обычные контрактники-добровольцы. Но могу сказать, что переломанный контрактник из тюрьмы тоже человек, и у него есть права. Что за паскудная позиция? Если он зэк, то без ноги отправлять его на штурм. Создается вопросом Анастасия Кашеварова. Так, Анастасия Кашеварова, если у тебя паскудная позиция, если у людей, которых ты защищаешь паскудная позиция, то кто здесь злодей? Посмотри, сними себе шапку, посмотри, там череп. Ты фашистка. Ты на оккупационной власти работаешь. Это они, людоеды, ссаны. Уничтожают другую страну, уничтожают сами себя. Стреляют и обнуляют своих же солдат постоянно. Ну ладно, как всегда, в шаге от правильного ответа. Данные о нехватке людей подтверждает и филолог в засаде. Это российские военнослужащие, верифицированные, неанонимные. О проблеме возвращения в строй недолеченных, раненых и больных я сам упоминал не раз, пишет он. И действительно упоминал, это правда. Причем проблема эта самым вопиющим образом касается в том числе и военнослужащих, проходящих по категории годности Г, то есть требующих длительного восстановления, о чем как раз и говорит Настя Кашеварова. Мы в принципе имеем кривые бюрократические коллизии. Раненые в полуинвалидных состояниях продолжают оставаться на службе ввиду текущего запрета на увольнение за вычетом исключительных обстоятельств, которые еще надлежит обосновать, включая получение категории годности Д. Кроме того, оставаясь в штате войскового подразделения, человек получает лечение, тогда как в случае увольнения перспектива размывается, при том, что по факту исполнять свои обязанности должным образом такие люди элементарно не в состоянии. Далее, на досрочной выписке недалеченных военнослужащих самым непосредственным образом сказывается перегруз госпиталей. При этом людей, в том числе категории годности Г, имеют тенденцию возвращать места временной дислокации частей в зоне СВО, что само по себе не сильно благостно, плюс все объекты на недалекого тыла находятся в зоне поражения вражеских дистанционных средств высокоточного поражения. Наконец, ввиду избыточных потерь в действующих частях, ведущих активные боевые действия, регулярно проседает численность личного состава. В первую очередь, это касается штурмовых подразделений, которую не получается оперативно восполнять маршевыми пополнениями. Отсюда произрастает практика досрочного возвращения людей на передок по принципу «все, кто может хоть как-то держать оружие». Вполне закономерно, что такая практика никак не способствует повышению эффективности боевой работы и мотивации личного состава. Все это, честно говоря, выглядит какой-то откровенной дичью. Плюс ко всему, поскольку наша сторона сама страдает такими проблемами, муссирование нашей пропагандой аналогичных негативных явлений в ВСУ не дает полноценного эффекта. При этом, хочу особо подчеркнуть, замалчивание таких проблем контрпродуктивны, ибо коммунистационные технологии делают пространство весьма прозрачным. Практически важно не замалчивать, но оперативно решать, тогда и наша пропаганда будет приносить больший эффект. Ну, как видите, они никто не готов то ли признавать, то ли понимать, что это не история про то, что не знают и не решают. Это история про специальную тактику этой истории, что это не бака фича. Так и задуманно. Телеграм-канал возле войны подтверждает, да, практически все причастные писали о проблеме выписки и возвращения недолеченных бойцов. Потому что возникла она задолго до недавних перемет в Министерстве обороны. Особенно трудная ситуация с неврологическими проблемами, когда, например, формально у человека руки-ноги на месте на должном образом не действуют. На моей памяти так пытались отправить на фронт добровольца, у которого осколок травмировал остистые отростки и застрял у позвоночника. Отнимались ноги, давление фигачило в потолок, а ему, грубо говоря, езжай на фронт с осколком и не выделывайся. Целая история была, только чтобы человеку этот осколок извлечь. И это, к сожалению, не единичный случай, заключает он. Мобилизованную вещь номер восемь подтверждает наличие проблемы. Такое имеет место. Несистемно, к счастью, пишет он, в отличие от Кашеваровой, но на нашем направлении минимум в одной бригаде практиковалась. Теперь она в соседнем округе. Это самое мерзкое и вероломное явление, роняющее авторитет командования и вооруженных сил Российской Федерации в целом в наших же собственных глазах, военнослужащих. Когда отдельные мясники и командиры выгребают из ППД и госпиталей всех, кому светит долгое выздоровление и отправляют просто на бесполезную утилизацию. Поэтому спасибо Анастасии Кашеваровой и филологу за подсветку проблемы. Ведь как верить командованию, если тебе говорили, что мобилизации не будет и мобилизовали, морозят без разумного срока службы, ты получаешь тяжелое ранение на этой войне, а тебя не только не демобилизуют, но в отдельных случаях еще и недолеченным отправляют просто на смерть. Так угадай, угадай правильный ответ, мобилизованный, угадай, давай, ты иду опять в шаге, в секунде. Смотри, если тебя все время нахерут и отправляют на смерть, и ты задаешься вопросом, как им доверять, ответ один, никак, никак не доверять, дурачок. Ну сколько больше это? Ну правда, такое ощущение, что конечно, ну невозможно быть зетником и при этом не быть просто идиотом кунченым абсолютно. То есть, знаете, когда Дудь зовет к себе каких-нибудь там, кто там у него был, Кучера и эти, Цыгановы, да, и все такие, да вот, он просто позвал дебилов, так-то вот, если бы он позвал не дебилов, он бы получил от них. Так проблема в том, что все зетники дебилы походу, ну то есть, правда, невозможно, обладая нормальным вот разумом, обладая хоть какими-то когнитивными способностями, последовательно идти по аргументам и прийти к тому, что ты поддерживаешь фашистскую оккупационную армию и идешь туда помирать, зная про все то, что там происходит. Ну невозможно это, это просто, ну, выше человеческих сил, если, опять же, есть хоть какие-то когнитивные способности. Если нет, то, конечно, и судя по всему, ими заполнены российские окопы. Эту практику отдельных командиров и начальников продолжает убежище номер восемь. Штабов нужно жестко пресекать, поскольку пока это самый вероломный предательский удар, иначе чем предательством не назовешь. По нашему МПС со стороны своих морально-психологическому состоянию. Какое морально-психологическое состояние сейчас у мобилизованных, посмотрите, как раз в субботу я выпускал видео, довольно интересное на мой взгляд. В итоге складывается ситуация штурмов до последнего россиянина буквально. Вот, например, один из российских военных рассказывает, как они проходят. Давайте послушаем. Добрый день, меня зовут Вадим, член штурмовой роты 2-го батальона. 57-й бригады. Вот, сегодня выступаем в бой. Нам прямо заявили, что возвращаться нельзя, кого бы то ни баранины, убиты, никаких возвращений. То есть, те, кто пойдет назад, чуть ли не расстреливать будут. Те, кто умудрился хоть как-то дойти, так, чтобы не заметил комбат, избивают и заставляют ревнуться обратно. Вот. Раненых, убитых вообще не выносят, то есть, все там так и лежат. Вот. При этом не дают ни отпусков, никуда не выпускают. Сегодня вот нас заперли в домике и говорят, сидите, ни выхода в магазин, ничего. В туалет чуть ли не по расписанию отпускают. К сожалению, наши командиры не особо любят представляться, вообще никак не представляются, кроме позывных, поэтому могу назвать только их. Позывной командира батальона это Кобра, его помощник непосредственно замполит, это Сапфир, начальник штаба Беркут, помощник начальника штаба Ролекс. И самые активные защитники вот всего того, что я вам рассказывал, это как раз таки Ролекс и Кобра. Вот. Именно они почти во всем и виноваты вот в лишнем бардаке. Из-за того, что куча людей погибло, винить нужно только их двоих. Остальные просто ну, их помощники, и они делают, чем приказано. Это военные из 57-й бригады 2-го батальона военной части 461-02, которые подтверждают то, что говорят многие российские солдаты, попавшие в плен. А вот этим двум раненым российским солдатам их собственные командиры нанесли побои, чтобы заставить их идти на штурм. Это солдаты из 25-й бригады 1009-го полка. Они рассказывают, что произошло. Добрый день. Мы военнослужащие 1009-го полка. Я Валетов Евгений. Это мой брат Валетов Игорь. Вчера выходили на штурм Волчанска. Из штурма у нас ничего не получилось. Все получили ранения. Кто-то убежал. Дальнейшую судьбу их я не знаю. Возможно, раненые, возможно, убитые. Мы с братом получили ранения. Все израненные смогли оказать сами себе первую помощь и выбраться в лес. командир говорит, что завтра надо идти опять штурмовать это здание. Ну, в каком состоянии мы пойдем? Если у нас все болит, мы все изранены и у нас просто нету сил. Я обращаюсь к военной прокуратуре, президенту Российской Федерации. Вмешайтесь, пожалуйста, решите этот вопрос. Зачем отправлять вот таких вот людей, всех израненных, обессиленных в бой? Это просто отправить на смерть. И такие, в примере, масса и становится их лишь больше. Российская армия идет мясом наступать. Это не значит, что сейчас там, я не знаю, она все проиграла. Нет, действительно, тяжелые бои, особенно на Покровском направлении, и есть ситуативные успехи, и есть продвижение в Российской армии. Но воюет она вот так, не считаясь с потерями, не считаясь с тем, кого она направляет. Поэтому, если вы окажетесь в Российской армии, вы станете в лучшем случае очередным человеком, чье лицо увидят на видеозаписи, когда вы будете писать обращение, как вас грозятся убить и как вас грозятся уничтожить. Потом вы помрете, но тут хоть кто-то узнает, что, не знаю, вы существуете, если вам это важно. Но, конечно, большая часть просто молча помирает, и все. Это все, что вам светит. Сдохнуть или остаться коллегой на всю жизнь. Ну, а с вами был Майкл Наки. Делайте так, не присоединяйтесь к фашистской оккупационной армии, а помогайте с ней бороться. Субтитры сделал DimaTorzok